Книга открытым оком тема суды том 12 вопрос 2719 говорят что когда вы судились с коммунистом оболгавшим вас то суд затребовал на вас характеристики и каковы же они отвечает Игнатий Тихонович Лапкин безбожный партийный идеолог в своем опусе фальсифицировал небывшее что я хулиганил врывался в школу и проповедовал отстранив учительницу я подал на него в суд ответчики все как один всегда идут совершенно ложным путем и нужно принести покаяние и дело было бы прикрыто или уж стараться доказать что было дело так как они выдумали но они начинают копать под меня что где я когда-то был плохой значит и в этом случае был хуже некуда суд затребовал отзыва моей деятельности кавычки открываются крестовоздвиженской общине города барнаула в производстве железнодорожного района суда города барнаула находится гражданское дело по и поиску лапкина Игнатия Тихоновича к морозову н.и. о защите чести и достоинства и деловой репутации связи с необходимостью по настоящему делу прошу предоставить характеристику отзыв о работе и деятельности лапкина Игнатия Тихоновича судья г.а. прилипченко 30 декабря 2004 год кавычки закрыты такой же запрос был сделаны в потеряевскую общину и университет отзыв о деятельности лапкина Игнатия Тихоновича кавычки открываются мы жители поселка потеряевка знакомы с Игнатием лапкиным не по наслышке а по его делам благодаря этому человеку многие из нас обрели веру в бога по инициативе Игнатия Тихоновича и его брата отца Якима лапкина в 1991 году было начато восстановление поселка потеряевка это единственная деревня которая возродилась из 350 разрушенных в 70-е годы 20 столетия деревень в алтайском крае во время безумной политики коммунистической партии на сегодняшний день в поселке проживает 57 человек есть неполная средняя школа фельдшерский пункт храм недалеко от поселка каждое лето действует православный детский трудовой лагерь стам начальником и основателем которого является Игнатий Тихонович лапкин в лагере дети учатся любить бога и родину любить труд учатся помогать ближним уважать старших родителей учителей Игнатий лапкин проповедник наставник учитель он обладает огромным знанием библии учение святых отцов этот глубоко верующий духовно богатый человек имея неукротимую энергию огромную работоспособность отличную память умение интересно и доходчиво донести до слушателей слово божие привел к вере большое количество людей в чем конечно же его большая заслуга неукоснительно требователен к себе и к другим невзирая на лица и чины самый главный принцип его жизни любить бога и ближнего учит нас строить свою жизнь не на вымыслах человеческих а на исполнении заповедей божьих самоотвержен всегда готов прийти на помощь советом и делом любому делу отдает всего себя полностью без остатка нетерпим к тому что делается не по совести никогда не пройдет мимо и не промолчит если видит что брат или сестра во христе поступают не по совести вся его деятельность направлена на возрождение созидания нашего поселка и россии за последние три года игнатий тихонович выпустил 18 книг духовного содержания мы живущие с ним рядом с радостью участвуем во всех его делах и начинаниях отзыв одобрен на собрании деревенской общины и принят единогласно протокол номер 33 от 5 января 2005 года староста общины барабаш и а характеристика отзыв на деятельность лапкина и т родился в многодетной верующей семье 10 детей с детства был воспитан в послушании у родителей и в страхе божьем лишь в 22 года у него появилась в руках библия слова божия и с тех пор вот уже 42 года он проповедует о господи людям своей жизни он показывает нам пример как нужно жить согласно слову божию чтобы наследовать царствие божие он постоянно занимается исследованием слова божия считает перечитывает конспектирует и размышляет над ним человек с непростой биографии много повидавший прошедший через горнило испытаний жизни психиатрия тюремное заключение публичную травлю через средства массовой информации за свою искреннюю веру в бога и проповедь его слова человек весьма одаренный и плодовитые своих талантов чему свидетельствам множество людей обращенных через него к богу жизнь которых совершенно изменилась от убийцы до искреннего христианина от коммуниста до священника и этих примеров сотни для обращения человека к богу нужны многие таланты и они у него есть вероятно не будет ошибочным сказать что он единственный во всем мире человек среди православных верующих который имеет официальное подтверждение документально благословение митрополита виталия на деятельность православного проповедника работая сторожем строителем печеником он совершенстве насколько возможно человеку овладел словом божьим и не раз повергал в изумление профессоров и академиков широтою энциклопедических знаний вот уже 13 лет игнати тихонович бесплатно ведет занятия в гт у по изучению библии на основании толкования святых отцов православной церкви аудиторию ему предоставляет сам ректор университета академик и встигнеев с которым у игнатия тихоновича давние дружеские взаимоуважительные отношения игнатий тихонович великолепный проповедник его речь отличается глубиной мысли правдивостью изобилует хорошо и к месту подобранными метафорами умело использует юмор а также эпитеты и сравнения притягательную силу его красноречию придают библейские выражения и цитаты игнатий тихонович прекрасно ориентируется и часто цитирует не только места писаний но и труды учителей церкви наряду с этим любит приводить по памяти стихи и отрывки произведений русских и зарубежных классиков что говорит о прекрасной памяти здравом уме ясности его мысли и широком кругозоре его лекции всегда самобытны и эмоциональны насыщенные яркими примерами из собственной жизни умеет красочно образно и доходчиво для каждого слушателя объяснить непонятные места священного писания его пробовали исполнены милосердия и всепрощения любви и добра они всегда нацелены на совершение личного подвига веры каждого слушателя носят призывный и высоко патриотичный характер и воплощают абсолютную истину отвечает на множество вопросов не выбирая их не старается угодить ответом кому бы то ни было но всегда говорит правду в лицо какой бы страшная она не была он не превозносится над нами но желает чтобы мы были единодушно и тверды в вере 70-е годы он начитывал и распространял духовную литературу на магнитофонных катушках общей длительностью звучания две с половиной тысячи часов библия полностью 12 томов житий святых 12 томов иоанна златоуста добротолюбия архипелаг гулаг материалы о масонстве и многое другое за что дважды арестовался но и в темнице он проповедал и не изменял их господу для слова божия нет уз после падения союза советских социалистических республик полностью реабилитирован и получил частичную компенсацию за конфискованные материалы и книги по всей стране секты пополняются за счет православных а у него наоборот баптиисты минониты и другие обращаются в православие становятся священниками благочинными где только не проповедовал инатий тихонич вел цикл передач по радио в прессе воинских частях в тюрьме более 10 лет школа в больнице в школе милиции в летном училище человек целеустремленный напористый пробивной умеет быстро завалить знакомства налаживать связи великолепный психолог проницателен в чем сказывается большой опыт работы с людьми игнатий тихонович обладает всеми качествами лидера самоотверженность избранному делу упорство в достижении цели инициативность коммуникабельность находчивость и активность хороший организатор сумевший объединить верующих людей в две общины в барнауле и деревенскую в поселке потеряевка совместно со своим братом отцом и акимом возродил родную деревню потеряевку практически на пустом месте долго и упорно добивались статуса своей малой родине землю электричество телефон школу а главное объединили верующих людей желающих там поселиться и трудиться сейчас там есть церковь добротные дома школа и все это за какие-то 13 лет является старостой крестовозреженской общины в городом барнауле и здесь особенно ярко он проявляет себя как ревнитель чистоты церковной порядок здесь важнее всего священнику он требователен как и к прихожанам чтобы все было по слову божию чтобы не было отклонений от канонов от устава здесь создал свой необычный метро климат одну большую семью общий устав лапкин человек очень высокой организации чрезвычайно требовательный прежде всего к себе справедлив мудр и рассудителен очень проницателен нетерпим что касается небрежности халатности беспечности тонкий психолог умеет чувствовать человека является основателем и много лет бессменным начальником лагеря стана в деревне потеряевка главное воспитание детей послушание родителям труд и конечно познавание бога уже 31 год ведет летнее воспитания и отдых детей и их близких родственников в этом лагерь дети научаются основу православного вероучения и прививается любовь к священному писанию библии к людям и природе культивируется добросовестное отношение к самообслуживанию и другим трудовым навыкам все это характеризует игнатия тихоновича как человека глубоко верующего грамотного доброго наставника педагога и воспитателя хорошо знает детскую душу имеет огромный опыт работы с детьми организовал детский лагерь потому что убежден что все доброе необходимо закладывать в человека с детства лагерь стоит ему многих усилий так как помощников мало их каждый год нужно находить снова и снова искать спонсоров находить средства для содержания детей более половины которых содержится в лагере бесплатно бескорыстен ищет награды только от бога поэтому не жалеет ни сил ни времени чтобы не только обеспечить лагерь всем необходимым но и защитить его от нападок от безбожников всех мастей от райной эсэс получает не средства на содержание а инструкции и требования огромная работоспособность то есть ни секунды не бить без дела и с молитвой господу делают его жизни настоящие чудеса за последние три с половиной года он написал 18 книг духовного содержания 12 тысяч страниц общий объем в которых изложил свои мысли многотрудной пробоведнической деятельности и это не просто книги для полки это книги помогающие обрести уверенность в жизни и главное показывающие на спасителя иисуса христа его слова евангелие как на единственный источник жизни человека книги выставлены и в интернете человек любящий свой народ он ведет евангельское христианское просвещение российского народа а также людей ближнего и дальнего зарубежья через интернет может строго обличить некоторые обижаются но говорит он не от себя а по библии и например of святых мужей и самого христа многие четко понимают свои проступки грехи и стремятся быть лучше обличение не все выносят и поэтому случайные люди обычно уходят из общины из круга его общения в быту неприхотлив бывает неаккуратен но любят чтобы вещь знала свое место в чем сказывается постоянство его натуры в еде и одежде скромен до не возможности никогда не опаздывает требователен к себе и к другим в результате чего бывает трудно с ним ужиться но всегда справедлив спыльчив но отходчив характер мягкий юморной он не изобилует богатством а а живет скромно имеет лишь пропитание и одежду без роскоши и излишеств добрый советник и деликатный сосед педантичен пунктуален словах и делах воздержан во всем и даже скуп доводил свой сон до двух с половиной часов в сутки никогда не дает послабление своей плоти а пребывает в труде в учении не злобив не обидчив легко прощает но перед напором неприкрытой наглости бывает беззащитен и раним как ребенок каждый свой шаг каждое слово сверяется словом божьим игнатий тихонович надежный друг и товарищ и друзьям не изменяет хотя друзья не раз превращались во врагов но он всех их сердечно прощает личных обид не помнит не мстит но за истинную веру бьется до конца и спуска никому не дает он также любит животных у него есть три голубятни с прекрасными птицами он сам за ними ухаживает держит их на радость и детей и взрослых погрязших в суете жизни любит природу и с удовольствием о ней рассказывает прежде держал и дрессировал собак его интересные взгляды на жизнь побудили режиссера малашина юн новосибирская студия документальных фильмов снять фильм о жизни людей в перестроечной россии где главным героем избран игнатий тихонович лапкин жизнь подвижника создает вокруг него и атмосферу неприятия зависти и клеветы ему часто приходится оправдываться вплоть до государственного суда но не для утверждения своих амбиций а ради истины церкви и в ней находящихся близких ему людей обязательны дело всегда доводит до конца не терпит праздности лени легкомыслия забывчивости неравнодушен ни к кому и ни к чему через призму евангелия ему до всего есть дело человека церкви государства его жизнь это подвижничество скромное и повседневное 26 декабря 2004 года на общем собрании было объявлено чтобы желающие написали отзыв о деятельности старосты общины лапкина игнатия тихоновича через неделю 15 человек подали свои отзывы дмуха на которая и объединила их исключая повторы в один отзыв характеристику которая и была зачитана предобщем собрании написали дмуха на дебунов и в жонарова на зубрицкая а и михайлова п.д. Москова за а никитина еды оконечникова а а пальгу его н и приходько н н сили на г и тарасова л.п. третяков и в чернявская а и яковлев в отзыв одобрен на собрании крестовозвиженской общины и принят единогласно протокол номер 32 от 7 января 2005 года 14 января 2005 год секретарь общины дебунова мг министерство образования и науки российской федерации алтайский государственный технический университет имени ивана ивановича ползунова россия город барнаул проспект ленина 46 телефон код 38 52 36 84 56 факс 36 78 64 в железнодорожный районный суд города барнаула судья г.а. прилипченко отзыв на общественную деятельность лапкина игнатия тихоновича кавычки открываются игнатия тихоновича лапкина знаю с осени 1993 года когда переехал жить в барнаул и был принят на работу проректором по учебной работе в алт гт у он обратился ко мне чтобы продлить разрешение на проведение в одной из аудитории университета ежедневных занятий по изучению библии на условиях аренды еженедельных занятий по изучению библии на условиях аренды в течение месяца я ознакомился со всеми аспектами деятельности игнатия тихоновича лапкина многочисленными отзывами о нем практика его общественной деятельности и дал согласие затем периодически на протяжении 11 лет осуществлял контроль за использованием аудитории по приглашению гнать тихоновича лапкина участвовал мероприятиях по презентации его книг в дискуссиях беседах не являясь верующим тем не менее я проявлял интерес к гнать тихоновичу лапкину как к личности к его обширному печатному творчеству к многочисленным и порой противоречивым выступлением сми о нем и самое главное к его многокранной практической деятельности лапкин человек огромной а сфере религиозной догматики энциклопедической эрудиции позволяющий ему в течение многих лет быть духовным наставником для определенной группы православных а также активно выходить за ее пределы распространяя свои убеждения он активно сотрудничает с пенитенциальными учреждениями на алтае отправляя религиозные нужды православных находящихся в тюремном заключении преодолевая бесконечные организационные хозяйственные заботы на протяжении многих лет обеспечивал функционирование православной общины и летнего детского лагеря при ней в поселке потеряевка мамонтовского района алтайского края в основе жизни общины труд разумный аскетизм с моралью и нравственностью предписываемыми священными писанием писанием и не выходящими за рамки принятыми в нашем обществе очень важно что игнатию тихоновичу не присущ религиозный экстремизм он достигает цели исключительно убеждением уважительным отношением к инакомыслящим и это при том что он имеет твердые убеждения практически во всем жизненно важным вопросом по всем жизненно важным вопросам человеческого бытия для меня как педагога лакмусовой бумажкой добропорядочной честь человека является его отношение к детям своих произведениях и прежде всего в четырех томники открытым оком лавкин подробно излагает вопросы воспитания детей простым и доходчивым языком проповедник ненавязчиво приводит к детям любовь к земле к живой природе обосновывает необходимость сбережения на земле самого ценного минерала воды предостерегает от пагубного воздействия на организм табака спиртных напитках напитков своих исканиях правды справедливости и законы игнар тихонович смело решительно и упорно противостоит как отдельным личностям так и властным структура именно эти качества позволили ему в конечном счете реализовать свои замыслы хотя и в ограниченной но вполне конкретной сфере он восстановил исчезнувшие в село потеряевку добился своей реабилитации после несправедливого осуждения и даже частичной компенсации ущерба накопил обработал и систематизировал в печатных трудах и в электронном виде значительное количество исторической информации воспитал единомышленников и последователей являясь представителем зарубежной русской православной церкви и как правило не находил поддержки со стороны иерархов российских церковных структур но жизнь показала что и в этой сфере ожидаются определенные подвижки к объединению ветвей единой русской православной церкви в том числе благодаря усилиям президента российской федерации резюмируя изложенное считаю что игнатий тихонович лапкин свои общественные деятельности строго следует законам российской федерации он его общественно исповедует официально признанное религиозное учение своих практических шагах они достигают определенных позитивных результатов проректор по учебной работе алтайского государственного технического университета заслуженный деятель науки российской федерации профессор борис семкин 7 января 2005 год кавычки закрыты библейская цитата притчи 27 глава 2 стих пусть хвалит тебя другой а не уста твои чужой а не язык твой мы в промежутке между чем-то двух не только выбор доброго и злого зависит все от взмаха наших рук от интонации от настроения слога исходной точкой рай или эдем конечная есть вечность царство света мы в промежутке как бы между как бы между двух стен после грехопадения находимся мы в клетке в раю согласия во всем в душе и в духе божественно естественно привычно теперь же мы находимся на кухне недостающие к столу усердно ищем но после страшного суда настанет мир бессмертия гармония довольство между двух обителей настроили квартир в которых ссоримся ища земную пользу в раю не плакали не видели слезы не поселились стон и воздыхание не райское сегодня как призыв небесного возжаждать не ахает как так столько же проповедников вокруг весь наш багаж страдания и смерти их не охватишь и размахом рук когда до совести и по писанию когда по совести и по писанию сверишь просроченные наши векселя ушедших нераскаянных упрямцев неплотно неполнотою счастья ягодки кислят чуть успокоишься и вновь большая встряска печаль и радость встречи расставаний там в райской вечности спасенным не грозит непостоянство через возрастание меж стенами закончится транзит чтоб не было тяжелых перепадов температурного температурного режима в между речи учитесь выбирать межа раем или адом сумел я убедить кого-то этой речи 22 февраля 2005 год игнатий лапкин